и является довольно старой подобностью машинного обучения, оно приобрело известность только в начале 2010-х годов. С тех пор глубокое обучение произвело революцию, показав замечательные результаты в задачах восприятия и даже в задачах обработки естественного языка. Решены ключевые проблемы, связанные с навыками, которые кажутся естественными и интуитивными для человека, но неуловимыми для машин. В частности, глубокое обучение позволило совершить следующие прорывы во всех исторически сложных областях машинного обучения, таких как классификация изображений почти на том же уровне, что и человек, транскрипция речи, транскрипция почерка, значительно улучшен машинный перевод, значительно улучшено преобразование текста в речь. Цифровые помощники, такие как Google Assistant, Amazon Alexa, Siri, автономное вождение, улучшен таргетинг рекламы, используемые поисковиками, улучшены результаты поиска в интернете, также навык ответа на вопросы на естественном языке, игра в Go на сверхчеловеческом уровне. Ученые до сих пор изучают весь спектр того, что может сделать глубокое обучение. Это только начало его применения к широкому спектру проблем, которые, как считалось, невозможно решить всего пару лет назад. Автоматически переводить десятки тысяч древних рукописей, хранящихся в апостольском архиве Ватикана, выявлять болезни растений с помощью обычного смартфона, помогать онкологам или радиологам интерпретировать медицинские данные, прогнозировать стихийные бедствия, такие как наводнения, ураганы и даже землетрясения. С каждой вехой мы приближаемся к эпохе, когда глубокое обучение помогает нам в повседневной и во всех областях человеческой деятельности. Науке, медицине, производстве, энергетике, транспорте, разработке программного обеспечения, сельском хозяйстве и даже художественном творчестве.